В одном из структурных подразделений Казанского федерального университета, а именно в IT-лицее, у учащихся 11-х и 9-х классов прошел последний звонок. День 25 мая для многих из них стал последним беззаботным школьным днем. Дальше путешествие в новую взрослую жизнь. Продолжить учебу в лицее, поступить в колледж или университет – очень важное решение, которое может оказать большое влияние на будущую карьеру и жизнь в целом. Сегодня я вспомнил, как 12 лет назад, в такой же солнечный день, мы открывали этот лицей ровно. И действительно, за это время сделано очень много. Изменился облик лицея, ребята горят. Прошло уже несколько, ну, больше 10 выпусков, и столько олимпиадников, столько ярких девчонок и мальчишек получили путевки в жизни. Это очень-очень здорово. Конечно, большой поклон учителям, которые отдают свою душу, отдают кусочки своего сердца тем ученикам, которые действительно хотят, а у нас все такие ученики, действительно хотят знать, действительно хотят постигать азы науки, технологий и получать те необходимые навыки, которые пригодятся в будущей жизни, чтобы строить то общество, в котором они будут жить. Самое важное – это атмосфера, сообщество лицейское. И оно, на самом деле, как бы на всю жизнь, оно будет им помогать идти по жизни. Они уже доказали свою состоятельность и в академическом плане, там, лицеи первые по ЕГЭ и по олимпиадному движению. Но еще более важно, что они знают, куда двигаться, они ставят цели, они такие по-хорошему трудолюбивые, трудоголики, трудолюбивые ребята. Я думаю, что мы еще о них много услышим. Это, скорее всего, будущие ученые, крупные бизнесмены, чиновники, просто хорошие люди. Руководство лицея поспособствовало созданию по-настоящему особенной и праздничной атмосферы. На последнем звонке присутствовали выпускники вместе с родителями и близкими, и педагоги. В воздухе витали волнение и радость, а лица виновников торжества сверкали искренними улыбками. Была подготовлена творческая программа, танцевальные и музыкальные номера. Традиционный вальс не остался в стороне. Перед горячими словами поздравления от педагогического состава состоялась торжественная церемония вручения дипломов призерам олимпиад. Организация отличная. Выступила только что группа вальса, учителя, директор, ректоры со своей речью. Все очень правильно и грамотно сказали, все понравилось. Я поступила в эту школу в прошлом году, в 10 класс. Учеба тут очень тяжелая, поэтому поначалу было очень тяжело. Но со временем привыкаешь к этой жизни, очень живой такой, неспокойной. И сейчас уже более-менее, сейчас уже начинаю скучать. Понимаю, что не хочу отпускать это все, но придется. Айти-лицей Казанского федерального университета активно функционирует уже более 10 лет. Обучение ведется с 7 класса. Ребята проходят конкурсный отбор в два этапа. В 2023 и 2024 учебном году в лицее обучались около 300 одаренных детей со всей республики и других регионов Российской Федерации. Лицеисты регулярно занимают призовые места на различных конкурсах и олимпиадах, а также получают наивысшие баллы на ЕГЭ. По независимым рейтингам конкурентноспособности выпускников, лицей входит в топ-100 лучших школ России. Будущее этих талантливых ребят обещает быть ярким и успешным, а двери Казанского федерального университета всегда открыты. Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универновости.